Здравствуйте, дорогие восьмиклассники! Мы с вами знакомимся с обособленными членами предложения. Тема нашего сегодняшнего урока – обособленные определения. Итак, ребята, какие же члены предложения называются обособленными? Обособленными могут быть такие члены предложения, которые выделяются на письме запятыми или отделяются запятыми, а в устной речи произносятся с остановкой и выделением голоса. Итак, ребята, такие члены предложения, как определение, приложение, дополнение и обстоятельства могут быть обособленными членами предложения. Как вы видите, в роли обособленных членов предложения выступают только второстепенные члены предложения. Итак, ребята, так как мы сегодня говорим об обособленных определениях, то для начала рассмотрим предложения. И заметим, в каких же случаях обособляются определения. Я рвал отчаянной рукой терновник, спутанный плющом. Как вы видите, ребята, в этом предложении есть причастный оборот, спутанный плющом. Найдем определяемое слово для причастного оборота. Это слово терновник. Терновник какой? Спутанный плющом. Вы знаете, что причастный оборот является определением предложения. И знаете, что причастный оборот выделяется запятыми или отделяется запятой от определяемого существительного только в том случае, если он стоит после этого существительного. В глазах матери огромных, тревожных появились слезы. У нас есть два определения здесь – огромных и тревожных. Найдем определяемое слово «в глазах». Каких огромных и каких тревожных. Почему же мы выделили запятыми в этом случае определения? Ведь они не являются причастными оборотами или одиночными причастиями. Это одиночные прилагательные. Ребята, как вы видите, если определения, выраженные одиночными прилагательными, стоят опять-таки после определяемого существительного, то они тоже выделяются запятыми. Убаюканная сладкими надеждами, она крепко спала. В этом случае у нас опять-таки есть причастный оборот, убаюканная сладкими надеждами. Но этот причастный оборот относится уже не к существительному, а к местоимению. Местоимение «она» является определяемым словом для этого определения. Она какая? Убаюканная сладкими надеждами. Причастный оборот находится перед определяемым словом, но мы выделяем опять-таки отделяем его запятой, потому что этот причастный оборот, это согласованное определение относится к личному местоимению. Итак, ребята, по этим трем предложениям мы уже с вами можем сказать, что в каких же случаях выделяется запятыми обособленное определение. То есть в каких случаях определение обособляется. Первый случай обособляются согласованные определения, распространенные определения, выраженные причастным оборотом, стоящие после определяемого существительного. Также выделяются запятыми два или несколько согласованных однородных определений, стоящих опять-таки после определяемого существительного. Если определение, согласованное, распространенное определение стоит перед или после личного местоимения, то есть определяемым словом для него является личное местоимение, то его тоже мы выделяем запятой. В данном случае мы видим, что местоимение, оно является определяемым словом. Ребята, как я уже сказала, если определение относится к личному местоимению, то независимо от того, где оно находится, мы должны его обособить. Например, в предложении проголодавшийся и усталый от работы, он все же тотчас вернулся назад, мы можем переставить это согласованное определение и поставить его после личного местоимения он. Он какой? Проголодавшийся и усталый от работы, выделяем запятыми, то есть обособляем и тотчас вернулся назад. Таким образом, мы понимаем, что независимо от того, где находится согласованное определение, если оно относится к личному местоимению, оно обязательно выделяется запятыми. Рассмотрим с вами следующие случаи обособления определений. Привлеченные ярким светом бабочки прилетали и кружились около фонаря. Определяемым словом здесь является слово бабочки. Бабочки какие? Привлеченные ярким светом. Опять-таки мы видим здесь причастный оборот, это согласованное определение, определяемое слово бабочки, но причастный оборот, то есть это определение находится перед определяемым словом. Мы с вами знаем, причастный оборот не выделяется запятыми, если он стоит перед определяемым словом, а зачем? По-вашему мы поставили запятую в этом случае. Оказывается, ребята, если определение имеет дополнительное обстоятельственное значение, значение причины или условия или уступки, то в этом случае мы выделяем это определение, если даже оно стоит перед определяемым словом. То есть бабочки прилетали и кружились так, как были привлечены ярким светом. Девочка выбежала на песчаную дорожку, маленькая, пухленькая и помчалась к матери. А вот в этом случае, ребята, мы видим, что определяемым словом является слово девочка, но далее идут другие слова в предложении. Определение здесь маленькое, одиночное согласованное определение, пухленькое и помчалась к матери. Таким образом, ребята, обособляются такие определения согласованные, если они даже разделены от определяемого существительного другими словами. Рассмотрим с вами случай, ребята, когда обособляется уже несогласованное определение. Он со своим умом и опытностью мог бы давно продвинуться по службе. Как мы видим, определяемым словом здесь является слово он. Это местоимение. Он какой? Со своим умом и опытностью. Как вы видите, это определение уже несогласованное распространенное определение. Если, опять-таки, оно относится к личному местоимению, мы должны его обособить, где бы оно ни стояло до или после этого местоимения. Карл Иванович с очками на носу и книгой в руке сидел на своем обычном месте. Карл Иванович какой? С очками на носу и книгой в руке. Таким образом, ребята, мы видим, что опять-таки несогласованные определения стоят после определяемого, но здесь важно отметить имени собственного. Только в этом случае мы опять-таки обособляем эти определения. К нему подбежал другой человек, низенький и коренастый, с черной бородой, одетый в жилетку. Подбежал человек. Человек какой? Низенький, однородный и коренастый. И еще какой? С черной бородой и какой? Одетый в жилетку. Ребята, в этом случае мы с вами видим, что у нас есть два согласованных определения низенький и коренастый. Далее следует несогласованное определение с черной бородой и опять согласованное, одетый в жилетку, относящийся к имени существительному и стоящий после него. Таким образом, несогласованные определения обособляются, если до них идут согласованные определения. В данном случае мы и после него видим согласованное распространенное определение. Хочу обратить ваше внимание, ребята, на то, что нельзя путать обособленные определения с основной частью составного именного сказуемого. Рассмотрим с вами, ребята, два предложения и заметим, в каких случаях прилагательные или причастия являются частью составного именного сказуемого. Он пришел особенно возбужденный и веселый. Он пришел возбужденный и веселый. Чтобы не спутать эти слова с определениями, мы можем изменить именную часть составного именного сказуемого и сказать, он пришел особенно возбужденным и веселым. В этой форме мы уже не будем сомневаться, что он пришел возбужденным и веселым. Это составное именное сказуемое. Следовательно, и в первом предложении слова возбужденный и веселый являлись частью составного именного сказуемого. Нам предлагается задание переделать необособленные определения в обособленные. Рассмотрим предложение. Снятый по повести молодого писателя фильм произвел на публику большое впечатление. Как мы видим, здесь у нас есть слово определяемое фильм и снятый по повести молодого писателя. Это причастный оборот в роли согласованного определения. Но стоит этот причастный оборот до определяемого слова. Он не носит дополнительного добавочного значения обстоятельства. Мы должны переделать это предложение так, чтобы здесь определение обособлялось. Следовательно, мы поставим его после определяемого слова. Фильм какой снятый по повести молодого писателя. В этом случае мы обособим этот причастный оборот, то есть согласованное определение распространенное и получим осложненное предложение. Солнечный и пахучий мир окружал нас. Мир какой? Солнечный и пахучий. Два однородных согласованных одиночных определения, которые стоят перед определяемым словом. Они не обособляются, конечно, но если мы их переставим и поставим после определяемого существительного мир, какой пахучий и солнечный, в этом случае мы обособим эти два одиночных определения. Усыпанные листьями поляны были полны солнца. Поляны какие? Усыпанные листьями, ребята. Опять-таки, причастный оборот в роли согласованного определения стоит перед определяемым словом, не носит значения добавочного, но если мы его переставим и поставим после определяемого существительного, то получим обособленное определение. Следовательно, наше предложение простое будет осложненным. Особенно понравились мне большие и грустные глаза. Особенно мне понравились глаза. Какие? Большие и грустные. Если большие и грустные мы переставим после определяемого слова, получим два одиночных, согласованных, однородных определения. И в этом случае мы их, конечно же, обособим. Итак, ребята, сегодня мы с вами познакомились с постановкой знаков припинания при обособленных определениях. Итак, закрепите полученные знания, выполняя задания, предложенные в учебнике. А я прощаюсь с вами. До свидания. Здравствуйте, дорогие восьмиклассники. Ребята, сегодняшняя тема нашего урока — применение подобия и площади подобных фигур. Вот уже, ребята, несколько уроков мы с вами говорим о подобных фигурах, а точнее о подобных треугольниках. Мы с вами знаем, что отношение периметров подобных фигур равно коэффициенту подобия. Сегодня, ребята, мы продолжаем изучать, как относятся линейные размеры подобных фигур. Ребята, внимание на доску теорема. Отношение любых линейных размеров подобных фигур равно коэффициенту подобия. Ребятки, говоря о линейных размерах, мы имеем в виду высоту, медиану, биссектрису, периметры, также серединные перпендикуляры. Обратите внимание на чертежи. Нам дан треугольник, у которого стороны А, В и С, и треугольник, у которого стороны А1, В1, С1. Данные треугольники у нас подобны. Так как эти треугольники, ребята, подобны, если мы опустим высоту на сходственные стороны, обратите внимание, H опускаем на сторону С, здесь H1 опускаем на сторону С1. Здесь биссектриса Т опущена на сторону С, здесь биссектриса Т1 опущена на сторону С1. И, наконец, медиана опущена на сторону С, а здесь М1 опущена на сторону С1. Ребятки, вот данные линейные размеры ребята точнее их отношения отношения линейных размеров равно коэффициенту подобия то есть а относится к 1 как бы относится к b1 также как и c относится к c1 соответственно ребята высоты х х 1 медиана м1 и бисектриса т1 равно все эти все эти отношения ребята равны коэффициенту подобия а теперь ребятки внимание на доску теорема отношение площадей подобных фигур ребята равно квадрату коэффициента подобия если отношение соответствующих сторон двух подобных треугольников равно акб значит отношение ребята площадей этих фигур равно а квадрат к б квадрат а относится к 1 как бы к b1 как секция 1 соответственно также относятся и линейные размеры все это отношение ребята равно числу к это также у нас равно коэффициенту подобия однако отношение площадей фигур s и s1 равно квадрату коэффициентоподобия, то есть k2. А теперь, ребятки, докажем эту тиариум. Обратите внимание, нам даны два треугольника, которые между собой являются подобными. Пусть основание этого треугольника обозначили через a, а здесь основание обозначу через a1. Соответственно, здесь высота, которая опущена на сторону a, обозначим через h, а здесь высоту обозначим через h1. Ребята, найдемте площади каждых из заданных фигур. Значит, площадь s равняется полупроизведению основания на высоту. А площадь, ребята, следующего треугольника s1 равно полупроизведению основания на высоту. Ребятки, мы с вами знаем, что коэффициент подобия — это отношение сходственных сторон. То есть, если эти треугольники подобны, тогда мы можем сказать, что a относится к a1 как некое число k. Тогда, ребята, если я возьму отношение площади этих двух фигур, то есть отношение s к s1 равно... Значит, у нас s — это 1 вторая а h, а s1 у нас 1 вторая а1 h1. 1 вторая на вторая сократятся. Мы с вами понимаем, что отношение а к а1 равно числу k. Также мы с вами знаем, что отношение h к h1 также равно числу k. Тогда, соответственно, ребята, мы можем сказать, что s относится к s1 как k, умноженное на k, а это и есть k квадрат. Ребятки, мы с вами таким образом доказали нашу теорему. А теперь, ребятки, выполним следующее задание на странице 156 номер 2. Обратите внимание на чертеж. Нам, ребятки, задано два треугольника, которые являются подобными. Заметьте, у них два одинаковых угла. Значит, треугольники подобны по первому признаку, по углу, по двум углам. В первом треугольнике, ребята, основания у нас 16 и на основании опущена медиана. Во втором треугольнике основания у нас 12 и на основании опущена еще одна медиана. И нам необходимо, ребята, определить вот этот x. Мы с вами знаем, что отношение линейных размеров двух подобных фигур равно коэффициенту подобия. Поэтому, ребятки, мы можем записать, что 16 относится к 12, так же, как и 20 относится к x. 16 и 12 можем сократить на 4, получаем 4 третий. Также 4 и 20, обе части равенства, можем умножить на 1 четвертую. Здесь получаем единицу, здесь получаем 5. Отсюда x равняется 3 умножить на 5, то есть x это у нас 15. То есть медиана меньшего треугольника, ребята, равна 15. А теперь, ребятки, выполним номер 4 на странице 157. Нам даны два подобных треугольника КПЛ и ЕДС. Из высот, ребята, из вершины угла П и, соответственно, Д опущены высоты ПМ и ДЖ. Здесь значение высоты у нас x, ребята, здесь у нас 2. И нам необходимо определить вот этот x, зная, что данные треугольники подобны. Ребятки, мы с вами знаем, что отношение линейных размеров равно коэффициенту подобия. Поэтому мы можем записать, что x относится к 2, так же, как и 20 относится к x минус 3. Перемножим, ребята, крест-накрест. Получаем x квадрат минус 3x равняется 40. Ребятки, перенесем x влево. Получаем x квадрат минус 3x минус 40 равно 0. Мы получили приведенное квадратное уравнение. Необходимо найти корни. Давайте найдем их по Виету, по теореме Виеты. Мы с вами знаем, что произведение корней должно быть, должно дать минус 40, а сумма корней должно быть дать 3. Поэтому, ребятки, возьмемте корни как 8 и минус 5. 8 умножить на минус 5 как раз таки дает минус 40. 8 прибавить минус 5 дает нам 3. Однако x2, которое у нас равно минус 5, ребята, мы его не берем в качестве ответа. Он не удовлетворяет условию нашей задачи. Соответственно, наш ответ x 8. То есть, в данном случае здесь наша высота 8, а здесь наша гипотенуза, она равна идти. А теперь, ребята, выполним по учебнику на странице 159 номер 3. Прочитаем задачу. Докажите, что треугольники D, E, C и B, E, A подобны и найдите их площади. Ребятки, давайте рассмотрим треугольники D, E, C и B, E, A. По чертежу видно, что прямые A, B и D, C это параллельные прямые. Поэтому, ребятки, мы с вами можем сказать, что угол A, B, E, он равен углу E, D, C, как углы, накрест лежащие при параллельных прямых и секущей A, D. С таким же успехом мы можем сказать, что угол D, C, E равен углу B, A, E, так же, как и параллельные прямые D, C и A, B и секущие A, C. То есть, эти треугольники подобны по первому признаку, то есть по двум углам. Давайте запишем, что треугольник D, E, C подобен треугольнику B, E, A. Ребятки, обратите внимание, из вершины E опущена высота на основании. Давайте обозначим эту высоту как EH, это у нас 6. А потому как прямые A, B и D, C у нас параллельны, соответственно, здесь тоже у нас образуется прямой угол. Поэтому, допустим, вот пусть это будет EK, EK это у нас тоже высота. И нам необходимо, ребята, найти площади данных фигур. Мы можем найти площадь треугольника A, B, E. Площадь треугольника B, E, A равняется полупроизведение основания на высоту, то есть 1, 2, основание 12, высота 3. Соответственно, это у нас получается, ребята, 18 квадратных единиц. Ребятки, мы с вами знаем, что отношение площадей подобных фигур равно квадрату коэффициента подобия. Поэтому площадь S1 относится к площади S2 так же, ребята, как и высота 3 к 6. Только 3 шесты уже мы уберем в квадрате, потому что отношение площадей подобных фигур, как мы повторили, равно квадрату коэффициента подобия. Значит, S1, ребятки, это у нас 18. S2 мы сейчас найдем. Это равняется 9, 36. А теперь, ребятки, сократим 9 и 36 на 9. Здесь получается 1, здесь 4. Соответственно, тогда S2 равно 18 умножить на 4. Получаем 72 квадратных единиц. Тем самым, ребята, мы нашли с вами площади треугольника D, E, C. Это у нас получилось 72 квадратных сантиметра. И также площадь треугольника A, E, B. Это у нас 18 квадратных сантиметров. А теперь, ребятки, выполним с вами по вашему учебнику на странице 160 номер 6. Прочитаем задачу. Площади двух подобных треугольников равны 45 квадратных сантиметров и 80 квадратных сантиметров. Найдите периметр каждого треугольника, если сумма их периметров равна 35 сантиметров. Давайте обозначим площадь первого треугольника через S1, а площадь второго через S2. То есть S1 относится к S2, как 45 относится к 80. И это равняется, если мы это сократим от числителя и знаменатель на 5, получаем 9,16. Но мы с вами понимаем, что отношение площадей двух подобных фигур равно квадрату коэффициента подобия. Поэтому отсюда получаем, что наш коэффициент подобия равен корень квадратный из 9,16, то есть 3,4. Также, ребятки, мы с вами знаем, что отношение периметров подобных фигур равно коэффициенту подобия. То есть P1 делить на P2 равняется K. Ребята, потому как сумма периметров 35, ребятки, мы можем написать, что P1 плюс P2, это у нас 35, и выразить один периметр отсюда, ребята. То есть вместо P1 написать 35 минус P2 относится к P2, как 3 относится к 4. Перемножим, ребята, крест-накрест, найдемте значение P2. 3P2 равняется... 4 умножаем на 35, получаем 140 минус 4P2. Отсюда получаем, ребят, 7P2 равно 140. Соответственно, ребята, P2 равно 20 сантиметров. Зная, что P2 у нас 20 сантиметров, несложно определить, что P1, ребятки, это у нас 15 сантиметров. P1 равно 15 сантиметров. Задача, ребята, решена. Ребята, на этом наш урок подошел к концу. Спасибо всем за внимание. Увидимся на следующем уроке. Здравствуйте, дорогие ребятки. Сегодня мы с вами поговорим о соединении проводников. Давайте вспомним, что такое проводники. Если у нас имеется электрическая цепь, значит, у нас в обязательном порядке должен быть источник тока, замыкающий ключ, соединительные провода и потребители. То есть те предметы, которые, используя электрическую энергию, превращают ее в световую, в механическую, в тепловую и так далее. Так вот, при наличии определенного соединения между проводниками, между потребителями, варьируется сила тока. Мы с вами знаем, что закон Ома характеризует движение электрических зарядов вдоль цепи. То есть сила тока прямо пропорциональна напряжению на концах и обратно пропорциональна сопротивлению данной цепи. Знаем с вами, что сопротивление – это свойство проводника проводить или препятствовать прохождению электрического тока. Если он проводит, мы называем проводимостью, величина обратной проводимости называется сопротивлением. Сопротивление зависит только от геометрических параметров проводника, длина, площадь поперечного сечения, а также внутреннее строение, то есть материал, род вещества. Если разные проводники, по-разному проводят электрический ток. Так вот, давайте с вами соединим между собой проводники и посмотрим, как будет меняться та или иная величина. То есть последовательное соединение. Что за соединение проводников? За каждым последующим идет следующий проводник. То есть конец предыдущего соединяется с началом последующего. Мы еще и называем цепочное соединение. Так вот, при данном соединении проводников, при практическом использовании оно немножечко неудобно. В каком плане? Если в каком-то из данных проводников или в проводе произойдет разрыв или испортится, например, лампочка, то во всей цепи электрического не будет. Так вот, в любом случае мы данное соединение применяем на определенных каких-то таких моментах. То есть не всегда оно применяется. Например, такое соединение проводников мы встречаем с вами в гирляндах. Гирлянда, вы знаете, что это новогоднее украшение елки. В них имеются лампочки. Если у вас во всей гирлянде перегорит хотя бы одна лампочка, то во всей цепи не будет электрической энергии. Так или иначе, мы должны и обязаны знать правила, которые сопровождают данное соединение. Итак, при последовательном соединении сила тока на всем последовательно составленном участке цепи остается неизменной. То есть И1 равно И2, равно И3 на всем участке. Поэтому мы обобщенной формулой пишем, что И равно констант. Констант, вы знаете, что не меняющаяся величина. Что касается напряжения. Так как у нас в законе Ома имеются три величины, поэтому и правил у нас будет три. Запоминаем, что при последовательном соединении сила тока не меняется. Что касается напряжения, оно равно сумме напряжения на отдельных участках. То есть У общее равно У1 плюс У2 плюс У3. Если будет 4, то и У4. Теперь то, что касается сопротивления. Так же, как и напряжение, оно будет равно сумме сопротивлений на отдельных участках. Если у нас с вами N одинаковых проводников, то общее сопротивление будет равно произведению одного сопротивления на число данных проводников. Значит, при последовательном соединении меняются две величины. Какие? Это напряжение и сопротивление. Только сила тока остается величиной постоянной. Данное соединение мы будем с вами рассматривать, когда соединение проводников при решении задач будет смешанное. То есть параллельное и последовательное. Параллельное соединение проводников, которое мы используем на сегодняшний день в своих домах, офисах, школах, учреждениях. То есть если у нас в квартире какая-то лампочка у кого-то перегорит, она никак не влияет на общее соединение цепи. Давайте рассмотрим задачи и посмотрим, как применяется данное соединение при решении задачи. Задача такого плана – сколько лампочек надо подсоединить к гирлянде, каждая из них рассчитана на 8 вольт. Сопротивление в цепи – 200 вольт, приблизительно 200 вольт. Значит, как мы решаем? Мы с вами знаем, что общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений и отдельных напряжений на каждой лампочке. То есть если мне надо посчитать количество лампочек, мне нужно имеющееся общее напряжение разделить на напряжение, которое выдерживает данная одна лампочка. Значит, у нас в цепи с вами 200 вольт, а лампочка рассчитана на 8 вольт. Это говорит о том, что при последовательном соединении пойдет падение напряжения. Это позволит использовать данную лампочку без разрывов в них цепи. Так вот, мы получаем, что n равно u общее разделить на u1. Откуда мы получили эту формулу? Эту формулу мы получили из формулы u общее равно n умноженное на u1. То есть произведение одинаковых напряжений дает нам данную формулу. Естественно, сделая математические преобразования, мы находим, что n равно 25. 200 разделили на 8. Вольт сокращается, мы получаем исчисляемое число штук лампочек. Следующая задача. Значит, у нас с вами 8 одинаковых соединений. Из этих соединений у каждого из них сопротивление равно 2 Ом. При силе тока 1,6 А требуется по задаче найти общее напряжение такой цепи. Пишем формулу для закона Ома. u общее равно и общее умножить на r. Но нам r не дается общее. Нам дается число соединений, число сопротивления и сопротивление одной лампы. Значит, что мы делаем? Мы пишем i, так как i у нас остается постоянно, неизменно. Мы видоизменяем только сопротивление. Значит, r равно r1 умножить на n. Произведя определенные математические действия, мы с вами получаем, что данное напряжение в такой цепи будет равно 25,6 В. Итак, ребятки, мы с вами сегодня научились распознавать соединения проводников. На сегодняшний день мы с вами знаем соединения последователя. Последовательность – это означает, что они соединяются друг за другом. Если вы обратите внимание, у меня в данной цепи имеется измерительный прибор, который мы называем амперметр. Так вот, данный амперметр тоже подключен в цепь последовательно. Вообще, амперметр подключается к любой цепи, будь то составлено последовательно, параллельно, смешано. Амперметр всегда подключается к цепи последовательно. Он показывает силу тока во всей цепи. Значит, если мне нужно будет подключить сюда вольтметр, естественно, что размыкув здесь, размыкая в данном случае цепь, я подключаю вольтметр параллельно. Вольтметр – прибор, вы знаете, измеряющий напряжение в цепи. При последовательном соединении, давайте обратим внимание, у нас сопротивление растет. То есть, если сопротивление одного проводника равно 2 Омам, если у меня 8, 10 и так далее, то общее сопротивление цепи будет увеличиваться. Это, естественно, что в практическом плане очень неудобное соединение, но мы его используем в очень маленьких определенных участках цепи. В основном мы используем с вами параллельное соединение. Изучая параллельное соединение, вы увидите, что общее сопротивление там уменьшается. Итак, используя закон Ома, мы сегодня с вами узнаем, что при последовательном соединении сила тока И1 равно И2, равно И3, и остается, естественно, констант, то есть без изменения. Это говорит о том, что при постоянной силе тока мы с вами получаем суммарное напряжение. На каждом из них получается падение напряжения, а общее напряжение будет равно сумме данных напряжений. То же самое будет происходить и с сопротивлением. Эта тема очень хорошо освещена в ваших учебниках. В конце данного учебника в табличном виде имеются задачи. То есть почему в табличном виде вам надо будет заполнить каждое окошко соответственно вот законам последовательного соединения. Вот эти законы последовательного соединения дают возможность рассчитать и напряжение, и сопротивление на каждом участке в отдельности и в суммарном виде. На сегодня все. Успехов вам. Увидимся еще.